Волга поистине жемчужина не только Самары, но и всех городов, которые стоят на этой реке. Она притягивала и притягивает всех, кто хочет и может поделиться с людьми положительными эмоциями. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Город С», с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня организатор «Волга-феста» Михаил Савченко. Здравствуйте, Миша! Здравствуйте! Миша, ну давайте в двух словах, что же такое «Волга-фест», с чем его едят? Ну, это большой двухдневный новый фестиваль, который пройдет в эти выходные в Самаре. И если, ну так сказать, в общих чертах, то это фестиваль о культуре в городской среде. То есть это фестиваль, который берет определенную городскую территорию, набережную. Вот в этом году он проходит на второй очереди набережной. И показывает, как эта среда может жить, чем она может быть наполнена, какими творческими людьми, проектами, какой музыкой, какими, не знаю, анимирующими специальными объектами, как, например, воздушные змеи или смотровые площадки, она может быть наполнена. И как посетители, люди, горожане, которые либо пришли на фестиваль, либо просто гуляют по набережной, как они могут в этом во всем участвовать. Смотрите, но есть же отправная точка. В прошлом году был зачаток того, что будет в эти выходные. Фестиваль назывался «Жемчужина на Волге». Как-то так попытались это сделать. Вы же тоже принимали непосредственно участие в организации прошлогодней истории. В чем отличие и почему решили менять название? Ну, в прошлом году фестиваль был в сентябре. Но это был даже не фестиваль, это был, если говорить, иллюзионными терминами, такой пилотный проект. Мы попытались понять вообще, как с этой площадкой работать, потому что она достаточно сложная, набережная. Там есть много своих особенностей. Там соединяются три стихи. С одной стороны город, с другой стороны это пляж, который как-то между городской средой и природой. И третье это вообще акватория Волги, которая абсолютно уникальное тоже пространство. Вот, мы провели такой пилотный проект. Он был однодневным, занимал небольшую территорию набережной. Неожиданно для себя взяли несколько премий, как лучшее городское событие года. Честно говоря, не рассчитывали даже на это. Но фестиваль понравился горожанам. И в этом году, вот уже в феврале этого года, мы провели большую такую стратегическую сессию, семинар. Пригласили экспертов, опытных людей, которые делают уже какие-то большие события. Пригласили общественность самарскую. И вот в течение трех дней обсуждали, каким же должен стать этот фестиваль. И вот именно там было выработано вот это вот новое, действительно важное сейчас направление, связанное именно с городскими пространствами, городской средой. Было решено сменить название на более удобное, в том числе и для иностранной аудитории, потому что мы все понимаем, что в ближайшее время Самару ждет такое мега событие, как чемпионат мира по футболу. И фестивалю нужно наращивать свой масштаб, становиться международным. И это название более как бы такое благозвучное на всех языках. Вот. И, в общем-то, в этом году он действительно другой. Он, во-первых, больше по масштабу. Он занимает почти там полтора километра территории, второй очереди набережной, от бассейна ЦСКА ВВС до того места, где начинается вот Кенапа и набережная, где Ладья. Он идет два дня, полноценная программа на два дня. Она отличается. Первый и второй день они по составу как бы именно того, что будет происходить на площадках, они отличные. Вот. И, ну, количество проектов просто в разы больше. Я знаю, что большой коллектив, да, трудился, в принципе, над вот этой всей историей, над фестивалем. И что люди эти, они абсолютно, они не только самарские, да, они из Москвы, из Жевск. То есть это такая наполненность большая региональная. Они сами вас нашли? Или вы их искали? Как вот это объединение произошло? Ну, здесь было и так, и так, да. Какие-то... У каждого направления фестиваля есть свой куратор. Кого-то мы специально находили, кого-то приходилось уговаривать работать с нами. Ну, потому что, действительно, новый проект. Некоторые кураторы, как, например, вот Антон Кочуркин, он куратор известнейшего в России и в Европе фестиваля «Архстояние», который проходит уже который год под Николой Ленивцем, и теперь это целый национальный парк. Он стал куратором архитектурной программы вот на нашем фестивале. Наили Аллахвердиева, это ведущая специалист в стране по искусству в городской среде, она как бы вот у нас куратор пабликарт-программы. И, то есть, кого-то мы искали специально, но потом уже по мере того, как пошла подготовка, пошла информация в интернете, в социальных сетях, люди стали обращаться, и какие-то проекты уже просто, ну, добавлялись, добавлялись по ходу. Мы тщательно все отсматривали, многим отказывали, на самом деле, потому что понимали, что, ну, это вот не совсем подходит вот этому контексту. Это вот там лучше делать, не знаю, на площади Куйбышева, да. Потому что все-таки хотелось сохранить вот эту специфичность вот этого места. Всего вот сейчас уже можно точно сказать, там более 500 человек принимают участие непосредственно вот в организации подготовки тех двух дней, которые вот будут идти в фестиваль. Как это все в голове удержать, помнить о том, где, кто, что, кто за что отвечает, какая площадка, что на ней будет, кого туда звать, приглашать, потому что на любые наши вопросы, вопросы журналистов, вы отвечаете абсолютно, держа все это в голове. Ну, это как-то вот за это время, которое мы готовили, фестиваль, как-то вся программа в голове сложилась, и мы ее, она корректировалась, дорабатывалась, но сейчас она, в общем-то, сложилась, и действительно мы, у нас есть такой костяк, командная дирекция фестиваля, там немного людей, но они все оказались очень ответственными, достойными. Я могу на всех абсолютно на сто процентов положиться. Это вот режиссер фестиваля Сергей Кривчиков, арт-директор фестиваля Андрей Сяйлев. И каждый тянет огромный пласт работы. Конечно, такой крупный проект невозможен без поддержки правительства. У нас поддерживает Министерство культуры Самарской области, и лично министр Сергей Васильевич Филиппов очень много внимания уделяет этому проекту. Я знаю, что он даже будет присутствовать не просто как приглашен, и гость со стороны властей, он даже поучаствует в одной из площадок. Да, в деловой программе в субботу с утра с 11 часов состоится такая деловая часть фестиваля. Нам казалось важно, чтобы такой формат тоже был, на которой, собственно, будет обсуждаться вопрос развития публичных пространств и то, чем они могут быть насыщены в течение года, в течение какого-то времени. И мы там ждем и представителей власти, и бизнеса, тех людей, которые готовы реализовывать какие-то свои творческие и не только проекты в городской среде. У нас приезжает несколько интересных спикеров. Это Елена Зеленцова, вице-президент фонда «Сколково» по вопросам городской среды, продюсер известнейшего московского фестиваля «Яркие люди», тоже у фестиваля уличных театров, тоже о том, как они работают со средой, будут рассказывать. Ну и плюс, я надеюсь, что наши, конечно, и молодые, не только архитекторы, а люди, которые реализуют какие-то свои проекты, тоже поучаствуют. Участие в этом событии в деловой программе свободное, на сайте фестиваля есть регистрация, можно записаться. Вот смотрите, получается такая история, что мы внедряем себя в то пространство, которое мы имеем, в данном случае в Самаре, это наша набережная. Большая часть людей помнит, как было раньше на набережной, когда там было, ну, своеобразно, да, тоже так мягко выразимся, более грязно, она была немного устроена и так далее. Потом оттуда все это убрали, стала такая большая пешеходная территория, реконструкция произошла, там теперь красота, и очень много людей приходит именно погулять и с детьми, и со своими семьями. То, что останется после фестиваля, что-то останется, потому что те же архитектурные какие-то, да, временные архитектуры, вот это, да, то, о чем речь идет, какие-то, может быть, дизайнерские задумки, то есть они будут продолжаться потом на нашей набережной? Или это два дня, потом все опять вывезли, она чистая готова принимать другие фестивали? Ну, на самом деле, такой вот прям вот специальной задачи что-то оставить не ставилось, то есть важно, мне кажется, здесь даже более важно, чтобы осталось вот это вот ощущение от того, каким может быть городское событие. Вот этот тот фактор, что вообще на самом деле люди очень быстро привыкают к хорошему, и не нужно быть специалистом, да, чтобы отличить там интересное событие от неинтересного. Мне кажется, что важно, чтобы этот фестиваль поднял в целом планку тех городских событий, которые у нас происходят, будь это какие-то коммерческие фестивали или какие-то события, либо городские, областные какие-то праздники там и так далее. Вот нам хотелось вот это донести, вообще основная такая идея фестиваля – это вот культура участия, да, то есть практически все, если мы посмотрим площадки фестиваля, их там более 20, они направлены на то, чтобы посетитель смог в чем-то поучаствовать, да, то есть чтобы он там поработал над созданием, допустим, городской мебели вместе с мастерами. Поговорим об этом сейчас более подробнее. У нас есть сюжет о том, какие эмоции были у людей в прошлом году на пилотном проекте этого фестиваля. Давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. Воздушные змеи летят над Волгой. Малыши, измазавшись красками, разрисовывают деревянных козлят. На сцене – уличные театры, Волжский народный хор. Впервые на Самарской земле – межрегиональный фестиваль набережных. Десятки интересных площадок привлекают все поколения. Мне очень нравится наша Самарская набережная. Но в этот день мне нравится больше всего, потому что проходит фестиваль. Мне здесь очень понравилось. Я делала змея, рисовала художников. Сейчас мы просто прогуливаемся. Замечательно все. Отлично все организовано. Хорошо. Это наш любимый город. Мы здесь родились и выросли еще в Куйбыши. Так что гуляем довольно часто здесь. Музыка, искусство, дизайн, гастрономия. Культурные проекты не только представителей Самары, но и других регионов. Екатеринбург, Нижний Новгород, Саранск. В такой доброжелательной фестивальной форме гораздо быстрее и проще наладить культурные отношения между крупными городами. И сформировать общероссийский бренд Великой Русской Реки – Волги. Мы хотим привлечь все регионы Поволжья сюда и показать, как мы можем жить на нашей Великой Русской Реке. То есть Волга – это часть нашей жизни, это образ жизни. И все, что связано с культурой, у нас также в значительной степени у многих народов, которые живут в Поволжье, связаны именно с Волгой. Все эти события праздничные, они вселяют уверенность в то, что мы действительно стоим на пороге очень серьезных перемен, с началом которых Самара будет преображаться более стремительными темпами. Я полагаю, что таких праздников должно быть, конечно же, больше. И мы должны понимать, что мы одна семья, один общий народ. Уже в следующем году «Жемчужина на Волге» станет полномасштабным фестивалем. Будет проходить целую неделю на нескольких площадках города. Хотя главное останется, конечно, Самарская набережная. Ну вот, видите, в том году говорилось о том, что неделю все-таки решили на двух днях остановиться. Почему? Пока, да, на двух. Ну, потому что решили, что важно, конечно, вот эту территорию охватить, потому что именно этот формат участия людей подразумевает, что у нас нет как бы такого конкретного пятачка, на котором нужно собраться в определенное время всем. А вот эта большая площадь, конечно, в идеале, да, это должна быть неделя постепенно нарастающего масштаба события. Но вот сейчас мы как бы подходим к этому формату двух дней. Видите, все как планомерно так развивается. Возможно, в следующем году. Будет уже три дня. Будет, ну не три, там можно, конечно, уже брать больше. Либо несколько территорий, опять же, здесь как бы можно развиваться можно по-разному, да. Вот. То, что было тогда, да, всем запомнились воздушные змеи. В этом году, конечно же, они будут, их будет больше, они сами по себе будут больше до 40 метров, там, везут гигантов, большие дельфины, рыбы будут парить над Волгой. Причем в первый и второй день будет отличаться набор змеев, то есть это будут разные две картинки. Будут также вот очень большая программа для семейной аудитории с детьми. Обязательно приходите, это будет, ну, вот специальная отдельная локация, то есть там будут и, вот, Пермский музей привозят, вот, проект «Чердак», который был в том году. Всем понравилось, когда делали из картона художников. В этом году будет целый картонный сад, у них будут детские парады, они там будут устраивать. Едет из Санкт-Петербурга проект «Скульптструктор», когда дети из небольших фрагментов дерева создают уличные какие-то скульптуры. Едет очень интересный такой проект «Плейтроника». Это молодые ребята, они, в общем, сами все музыканты электронные, они научились как-то так делать, что начинают звучать различные предметы, например, там, овощи, фрукты, цветы. То есть, когда до них дотрагиваешься, воспроизводятся определенные сэмплы, получается музыка. И то есть дети смогут вот дотрагиваться до определенных предметов, которые разложены на столе, создавать свои какие-то музыкальные треки. Будет мастерская тоже воздушных змеев, будет отдельная, это тоже такая площадка, книжная ярмарка «Волгобукфест», на которой мы везем несколько ключевых российских издательств, которые выпускают литературу для детей. Это «Самокат», «Клевер», плюс присоединяются еще наши здесь самарские издатели. И там будет отдельная программа, полностью посвященная книге. То есть, из чего состоит книга, из чего состоит комикс, как делаются иллюстрации, будут читать стихи. Ну, то есть, в общем-то, на любой вкус. А главные такие еще отличия от прошлого года, направления которых в прошлом году вообще не было, это вот архитектурная программа, да, это когда несколько архитекторов, вот сейчас уже строятся объекты, это такие смотровые площадки авторские, которые расположатся и на набережной, на променадной части, и на пляже. Это большие такие сооружения, которые позволяют нам немножко по-другому посмотреть вообще на Волгу. Там один построен в виде большого лабиринта, в котором нужно еще найти эту смотровую площадку, выбраться оттуда. Другой, когда мы в нем находимся, он скрывает от нашего взора все вообще вокруг, кроме именно вот такого окошка на Волгу, то есть мы видим только пейзаж. А еще одна смотровая площадка, на которой вы можете вместе с друзьями перемещаться по набережной, она ездит. Еще там такие площадки, которые качаются, когда вы на них сидите. Эти качели, удивительные качели, которые нам удалось увидеть в закулисье пока. Они довольно большие конструкции, но на самом деле не очень понятно, как они качаются, потому что они стояли на подмостках, вот мы видели. Да, у них скругленное дно, там есть специальные упоры, груз внутри засыпан камнем, то есть они не могут как бы упасть, но при этом, когда вы на них садитесь, они начинают чуть-чуть вот так вот покачиваться из стороны в сторону. Их как бы будет несколько, они будут стоять так друг за дружкой. Мы пробовали их уже выставлять, это потрясающе красиво смотрится, они покрашены разным цветом. Есть шанс, что оно останется у нас на набережной, и после феста можно будет... Ну, я думаю, что если они, конечно, очень понравятся аудитории, мы будем собирать отзывы, а в фестивале у нас будет инфоцентр, где будет большая книга отзывов, пожалуйста, пишите, что вам понравилось, что бы вы хотели оставить. К сожалению, мы понимаем, что, конечно, вот объекты, которые на песке находятся, у нас же буквально через неделю после фестиваля открывается пляжный сезон, будет завозиться новый песок, поэтому, скорее всего, их невозможно будет оставить. Вот, а там, кстати, одна из тоже изюминок фестиваля, гости наши из Удмуртии, из Ижевска построили целый дом с каменной печью, где большое количество деревянной скульптуры расположено в таком участке около дома. У них будет отдельная программа, они будут петь там национальную музыку, будет угощать традиционной своей едой, там, у них будет плод, на котором они будут плавать и играть спектакль. То есть это целая большая такая отдельная площадка. — Потрясающе, безумное желание уже пойти, что-то посмотреть, посетить. Не жалко все это потом убирать? — Жалко, конечно, жалко. Мы уже как бы больше недели с этим живем, смотрим, как это все строится. Конечно, жалко, но в этом, мне кажется, есть в том числе такая, ну, как бы, не то что позитивная, а одна из таких поучительных, да, таких функций, что вот события, которые вот происходят, и вот этим оно запоминается. То есть ты вроде как приходишь, потом уже этого ничего нет, и ты думаешь, да, вот было как бы классно, фантазия дорисовывает еще какие-то там образы. Тебе хочется, чтобы это повторилось. Если все все время остается, то как бы не хочется повторения. Тебе кажется, ну, вот оно как бы есть, ты к этому привык, и уже это все существует. — Себя можно превзойти? Вообще есть такая идея, что с каждым годом превосходить собственные успехи? — Ну, конечно, хочется, да, чтобы фестиваль «Рос» развивался. На самом деле куча идей есть на будущее, которые, допустим, мы не смогли реализовать в этом году. Есть отдельные там планы, то есть почему, например, не сделать подобный фестиваль зимой, да? Зимой набережная вроде как, ну, умирает, то есть там мало людей, а Волга замерзла. С другой стороны, это прекрасное время для всех вот этих зимних забав, для ледяной скульптуры, каких-то больших горок, которые можно строить тоже на пляже. То есть это может быть целый тоже парк. Перед нами огромное полотно замерзшей Волги, на котором можно тоже делать много всего. То есть, ну, в общем, следующий год мы думали попробовать насвоить в первую очередь набережную, которая ближе к речному вокзалу, и, может быть, тогда вообще взять тему вот этих путешествий по Волге, да? И, к примеру, часть программы сделать вообще на острове. То есть чтобы там одна из... — И канатная дорога до острова. — Есть разные варианты. Канатная дорога и постоянно курсирующий какой-то водный транспорт. То есть там может быть отдельная сцена или какая-то тоже архитектурная программа. Ну, то есть, в общем, идей много, хочется их все реализовать. И сейчас уже очень много, когда пошла такая волна информации, в том числе и благодаря вам, очень много людей обращаются и предлагают свою помощь, и хотят стать волонтерами, и предлагают какие-то еще идеи, которые сейчас уже невозможно включить, потому что времени не остается. Но они действительно классные. Видно, что в городе есть очень много людей, которые горят что-то делать, у которых есть уже не просто идеи, а отработанные хорошие проекты, которые могут быть представлены. — Не могу даже не спросить, мало времени остается. Знаю, что какие-то гастрономические сюрпризы будут. — Да, будет две больших площадки. Первая называется «Волга-пикник». Это больше, около 15, кажется, специальных точек с едой, необычной едой. То есть, это не пицца, завернутая в пленку и микроволновка. Это специально приготовленные для фестиваля и придуманные для фестиваля блюда. Мы поставили рестораторам задачу попытаться придумать новое вообще волжское блюдо. Что это может быть такое? Либо там сделаны из специфических наших продуктов самарских каких-то, либо, может быть, обыгрывающие какие-то истории. Это будет очень интересно. И вторая большая площадка — это «Волга-маркет». Там достаточно много команд дизайнерских делают новый самарский сувенир. И то, что вообще связано с брендом самарского региона, Самары. Это различного рода там значки, майки, сувенирные продукции, которые, я думаю, всем захочется иметь. Я правильно понимаю, что вот такая... Это же имиджевая вещь, да, по сути? Конечно, да. Когда где-то будет звучать, все будут знать, что «Волга-фест» — это Самара, да, это то-то и это. Мы на какой-то хотим выйти, на какие-то новые горизонты или что? Чего мы добиваемся? Это же не может быть, что просто мы хотим порадовать людей, но так же не бывает. Конечно. Но мы понимаем, что региону нужен большой, знаковый, свой культурный проект, который, по сути, визуализирует амбиции региона. То есть у региона действительно есть по-хорошему такие мощные, сильные амбиции. Есть вот эта территория, есть площадка, которую стоит показывать. И этот фестиваль, он может стать, во-первых, такой новой традицией, и, во-вторых, он может стать тем, за что как бы Самару знают, за ее пределами. Потому что это, ну, такого действительно нигде нет. То есть это действительно такой ноу-хау, это важное событие. Я думаю, что мне хочется верить, что мы стоим на пороге новой такой традиции. Полтора минутки остается буквально. Есть у нас вот проспект, да, коротко? Давайте скажем, где искать информацию, куда идти, чтобы понимать и не заблудиться на этой полуторакилометровой территории. Во-первых, есть сайт фестиваля волгофест.ком, где есть вся программа. Он сверстан, чтобы было удобно смотреть на всех мобильных устройствах. Плюс на полевом спуске около главной сцены будет находиться инфоцентр фестиваля, где можно будет взять абсолютно свободно вот такой вот буклет, где все описано. Можно будет там же получить карту фестиваля со всеми площадками. И около каждой площадки будет стоять специальный такой маркер, где будет описано, что тут происходит, время работы, кто это все придумал и так далее. То есть, в принципе, мы постарались сделать, чтобы навигация была максимально прозрачной, понятной всем. Сколько людей ждем? Ну, я думаю, за два дня всего потоком, ну, до 100 тысяч мы, как бы, такие амбициозные планы держим. То есть, за два дня, конечно, хотим, чтобы прошло очень много людей. Какие-то итоги будут подводиться или... Ну, я думаю, да, какую-нибудь постконференцию, пострелизы будем выпускать. Соберем отзывы, тоже постараемся их принять. Спасибо вам огромное, что пришли. Все идем в выходные на «Волга-фест». Со зрителями прощаюсь. До следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова